Великая Отечественная война считается самой кровавой в истории человечества. 27 миллионов советских людей погибли в этой войне. Достойную роль в исходе боевых сражений сыграли кыргызстанцы. На фронтах Второй мировой войны не на жизнь, а на смерть бились более 360 тысяч наших соотечественников, из которых на фронтах Великой Отечественной войны героически сложили головы 115 тысяч кыргызстанцев. Батарея! Беглым! Огонь! На полях битвы наши земляки отдавали свои жизни ради победы. Так, оборону Москвы держали 28 панфиловцев, которые погибли, но не пропустили врага. Герои кыргызстанцы закрывали своим телом амбразуры пулеметов, как Чолкомбай Тулебердиев. Бросались с гранатами под танки, как Душин Холшопоков. Горели в истребителях и штурмовиках, как Талгат Бегельдинов. Подбивали немецкие танки и бронемашины, как Дайра Санов. В тылу наши люди совершали трудовые подвиги, не жалея сил на пределе человеческих возможностей. В тяжелейших условиях выхаживали раненых, делились кровом и последним куском хлеба с беженцами из братских государств. Сегодня наше поколение не имеет права забывать эти заслуги. Именно поэтому уже третий год подряд в столице проходит акция «Бессмертный полк», где люди с фотографиями своих близких, не делясь по национальностям, идут нога в ногу, тем самым отдавая долг великим подвигам участников Великой Отечественной войны. Мы идем с Южных ворот. Никак не устали ли вы? Ну, немножко, немножко. Как вам праздник нынешний? Я поздравляю вас с праздником, желаю всем здоровья, счастья. Самый большой праздник на Земле. Да, это самый большой праздник. Это мой папа, он прошел всю войну, вернулся здоровым, вернулся живым, здоровым. И прожил до 79 лет. А прошел с первого дня войны и закончил в Праге. Мой отец родился в 1895 году. Он ветеран гражданской Великой Отечественной войны. Воевал во Второй мировой войне под Сталинградом. Он был офицером, кавалеристом. Его Корсунский Анатолий Юрьевич. Вот под Сталинградом их заставили наступать по снегу, который был высотой метр-полтора. Их там всех покрошили. Но он остался живой. Долго болел. В 51-м году, когда мне 10 лет исполнилось, умер. Уже не первый год одним из организаторов мероприятия является депутат парламентской фракции из ДПК Марат Аманкулов. Нардеп, не сдерживая эмоций, говорит, что даже в проливной ливень он готов идти в рядах бессмертного полка, отдавая дань нашим предкам, которые отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами. У меня чувство гордости переполняет, что у нас такая мощная колонна. Сегодня такой великий праздник. Этот праздник, День Победы, уже стал не просто День памяти погибших и так далее. Я считаю, что это сегодня символ, символ единения. Вы видите, в колонии идут все буквально разных возрастов, разных национальностей, разных вероисповеданий. И вот всех нас объединяет тот дух, дух Победы. Это очень ценно, мы должны беречь. Я призываю всех, кто в этом году не вышел, обязательно в следующем году выходить и поддерживать это движение. В этот раз в шествии приняли участие около 20 тысяч горожан. Акция стартовала в парке имени Даира Асанова в южной части города. Колонна участников с фотографиями воинов шла по улице Абдрахманова, бывшей Советской, до улицы Фрунзе. Среди них были и дети, и старики. Несмотря на довольно продолжительный маршрут, многие даже и не заметили, как преодолели этот путь. День Победы Вообще мероприятие очень хорошее, оно святое, оно освящено. И вот, допустим, мой дедушка, он сам был женат на моей бабушке, которая тоже по национальности была на плену китаянка, на плену белорусская. И родилась она в Москве. Моя прабабушка Прасковья Анисимовна была замужем за китайским командиром. Его звали Шэн Чэн Хо. Он воевал против Каледина и Корнилова. Даже в интернете есть о нем информация. Он был комиссаром китайских народных войск. На протяжении всего шествия в рядах бессмертного полка звучали песни военных лет. Звучали слова из песен «День Победы», «Катюша», из кинофильма «В бой идут одни старики» и много других замечательных произведений. Завершали шествия колонны автомобилей военного времени, в которых гордо ехали ветераны войны и труженики тыла. Остановилась же колонна протяженностью в километр на площади Победы, где возле Вечного огня состоялся митинг-реквиум. Депутат СДПК Мухтар Айнакулов, который тоже от начала до конца вместе с сыном прошел весь путь с фотографией своего отца, говорит, что еще сто раз готов пройти такой же путь ради почтения памяти наших дедов, отцов, матерей и бабушек. Так как это долг каждого – учить подрастающее поколение чтить память наших дедов. Как вы думаете, не устали ли люди? «Не-не-не-не, такого ощущения нету. И от малых четырех лет до семидесятилетних всех прошлись. Это дает такую энергию, что мы прошлись этот путь с фотографиями дедов, отцов, которые они беспертные подвиги, но прошлись с ними. Это для меня, которого отец участвовал в этой войне, страшной войне, для меня это свято». «Миру мир войны не надо! Это славная награда! Ура!» Тысячи людей в этот день возложили цветы возле вечного огня, в их числе и депутат Евгения Строкова. Нардеп отметила, что, к великому сожалению, из года в год ряды ветеранов рядеют. Однако людей, готовых почтить их память, становится все больше. Что говорит о том, что нынешнее поколение достойно отдает дань уважения победителям Великой Отечественной войны. «В протяжении всего пути подсоединялись и подсоединялись люди. Посмотрите, сколько сейчас народу чувствуется всегосударственный праздник, масштаб этого праздника. И вообще у меня мечта, может быть, когда-нибудь она осуществится, чтобы именно молодые наши, молодежь, наверное, такой марш сделали по всем республикам бывшего союза. Чтобы именно бессмертный полк прошел по всем нашим республикам. Я бы, несмотря на возраст, присоединилась и с удовольствием бы прошла этот трудный, но гордый путь. Нам есть чем гордиться». И все же все депутаты солидарны во мнении, что бессмертный подвиг спасения отчизны останется многим поколением потомков, как пример героизма, стойкости, мужества и подлинного патриотизма. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось двоих в этом частном строю. Дед, вставай. Через десять годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться. Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память.